Всем привет! С вами Аня из Майами. Как стих получается? Мне очень понравилось. В общем, я уже месяц живу в США, как вы поняли, в Майами, во Флориде. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Я всем новеньким очень рада. Ну, а если вы со мной давно, вдвойне приятно вас здесь снова увидеть. Месяц был ударным, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Может быть, если это видео будет интересно, я буду делать это каждый месяц, с какой-то периодичностью. Чтобы вы понимали, какая она жизнь иммигранта, да. Тем более, Америка многих интересует. В общем, за этот месяц мы переехали из Москвы в Майами. Вот сейчас прошел ровный месяц. За это время я сделала столько всего, сколько, по-моему, можно было сделать за год. Во-первых, мы очень быстро собрались из Москвы, буквально за несколько дней. Я эти дни не спала. Вообще, мне кажется. То есть я спала по три часа, жила на кофеине, хотя кофе я не пью. И это было сложно, потому что у меня ребенок, которому 5 лет, и делать это все с ребенком сложнее. Поэтому, если у вас нет детей, вы собираетесь эмигрировать, радуйтесь, потому что вам проще, честно. Вот честно скажу, прям классно. Во-первых, мы сняли эту квартиру. Этот процесс занял 10 дней. И это долго, потому что мы эту квартиру нашли и сказали, что да, мы ее хотим в день нашего вылета, то есть за день до вылета сюда. И сначала мы жили в квартире на Airbnb, платили достаточно большие деньги. И это было не то, что очень комфортно, потому что мы сидели на чемоданах, каждый день продлевали этот Airbnb, ждали, когда нам эта квартира, ассоциация дома даст ответ, что да, вы можете въезжать. Это вообще отдельная история с квартирой, там все очень непросто, это миллион документов, подтверждений, подписаний, обговариваний и всего. Потом мы въехали в квартиру, ура, наконец-то, это было большое счастье, большая радость. Но в этой квартире, во-первых, было грязно, они сделали клининг, уборку перед тем, как мы въехали, но это, не знаю, мне кажется, они просто вот тряпочкой прошли. И, знаете, что когда вы зашли так с плохим зрением издалека, было бы видно, что нормально. Но для жизни, особенно с ребенком, особенно для тех, кто любит там чистоту и комфорт, я не против разбросанных вещей, как бы я бордачился еще та, но я против вот этой вот грязи. И здесь жил какой-то, видимо, очень неопрятный человек, и прям было неприятно, поэтому это отмывались стены, отмывались жалюзи, отмывалась вот эта вот кровать сама. Матрас у нас, кстати, новый. Сколько? Три дня, по-моему, с утра до вечера все мылось здесь, все это мылось, убиралось. Дальше надо было все купить, это, соответственно, в первый день мы приезжаем с утра, в час дня мы сюда приехали, и мы переехали, у меня ребенок болел, и у него был ужасный кашель, насморк и температура. То есть представьте все это, и сверху у вас еще ребенок, который болеет, которому нужно внимание, забота и так далее. Это был, конечно, просто взрыв мозга. Так, ладно, справились, первый день приезжаем, ни постельного белья, ни полотенец, ни подушек, ничего нету. Есть посуда, которую тоже перемывали, и спирт там, блин, дезинфицировали, даже не знаю, кто здесь жил. Сразу магазин, покупать подушки. Подушки там за 6 долларов купили, потом мы их уже поменяли. Одеяло. Одеяло вот у нас такие вот мягенькие они, то есть это не наше привычное одеяло, пуховые, которые заправляются под одеяльник. Постельное белье мне, постельное белье ребенку. Чем-то помыться надо, то есть все вот это покупать. Что-то надо еще есть, как бы по ресторанам ходить это дорого, потому что мы только переехали, и по сути, каждая копейка на счету, потому что растрат очень много, вот этих вот дополнительных, там купить подушки и одеяло, там по чуть-чуть, по чуть-чуть, а набирается дофига. Там столовые приборы новые купить, все хорошо, у нас не работает газ. Когда вы переезжаете в квартиру, вам надо на себя подключать электричество, интернет и газ. То есть мы приезжаем, здесь нет интернета, звонишь в эти службы, подключаешь, все, к вам приходят, там на следующий день это все, там, приворачивают, подключают. Это за интернет заплатила я 125 долларов, чтобы подключили и за первый месяц аренды. Мне кажется, это дофига, у нас это стоит во много раз дешевле. Почему это самый-самый дешевый тариф, самый дешевый, прям самый дешевый тариф. А, ну, соответственно, мы получили сим-карты, сим-карту я сделала местную. Проблем никаких нет, у прихожей, конечно, я хочу сим-карту, план, вот, у меня он стоит 35 долларов в месяц, тоже дофига. Ну, ладно, неважно. Что дальше было? Я уже пытаюсь вспомнить, месяц всего прошел. Все хорошо, квартиру обустроили, нет холодильника, холодильник, стол купили. Ладно, окей, квартиру обустроили, все, можно успокоиться. Газ подключали нам, наверное, неделю, потому что праздники выходные, выходные они не работают, там, в пятницу они не смогли приехать, была какая-то авария на районе газовая. Соответственно, мы еще два дня ждали, они приехали только в понедельник, там, подключили, ура, появился газ, я смогла готовить супчики, потому что до этого я ела, знаете, как роллтон заварной. Вот, ну, то есть, там, ребенку какие-то, там, вещи, которые не надо готовить. Там, сэндвичи, фрукты, овощи, ну, все равно так питаться не очень комфортно, я хочу сказать. Потом, нету машины, нету никакого средства передвижения. Вопрос стоит в том, что как здесь передвигаться, ну, здесь можно везде пешком дойти, но и с ребенком он устает. Купили велосипед. То есть, мой подарок на Новый год от Деда Мороза. Можно передвигаться. Ребенку купили самокат, тоже, ему нужны какие-то игрушки, какие-то игрушки купили. Вот это вот купили, 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 оформили, оформили. Ладно, с этим все. Поехали дальше. Мне надо здесь оставаться легально, поэтому мне нужна студенческая виза. Наложился Новый год праздника, и ничего не работает. При этом я звоню адвокатам и, как бы, узнаю, что мне надо, как бы, я хотела от своей компании российской открыть филиал здесь, но я это сделать не могу, потому что, потому моей компании в России еще нету года. Облом. И вообще, через это можно было легализоваться, но вот пролетели со сроками именно. Причем, пока я не нахожусь в России, то, что там моей компании там скоро станет год, это неважно. Я уже не в России, это не считается. Не знаю, может, меня так Америка стукнет по голове, что мне перехочется. Что мне, кстати, многие подписчики злобные пророчат, что ты разочуешься, все тебе плохо. Ну, 90% мои любимые, которые мне желают удачи. Ладно, миллионы адвокатов. Половина одно говорит, половина другое говорит. С русскими, говорим, адвокатами, с американскими, говорим, адвокатами. Все говорят разное. Кто-то говорит, устраивайтесь на работу, ищите работодатель. Как его искать? Потом, в общем, это мы все собираем в кучу. Опять же, праздники. Никто не работает, никто не может ответить. Я понимаю, что я могу открыть. Почему мне надо легализоваться? Потому что мне надо здесь работать, зарабатывать деньги здесь. По студенческой визе я это делать не могу. То есть, по крайней мере, деньги на жизни по студенческой визе не заработаю. А как бы сидеть на день со съемной квартирой, я не за этим приехала в США. Оказывается, что я могу открыть здесь компанию. Я об этом узнала здесь. Говорила в прошлом видео про работу, как это все происходит. Посмотрите, если не смотрели. Хорошо, все, успокоились. Я могу здесь легально находиться по студенческому статусу, и моя американская компания может работать, и я с нее могу получать деньги. Ура! Я говорю, ух, открыть компанию. Это тоже еще один взрыв мозга. Я тоже говорила в прошлом видео, повторяться не буду. Дальше. У нас нет медицинской страховки. К счастью, мы люди здоровые. Я слежу за здоровьем своей семьи, здоровьем своего ребенка. Поэтому в обычных ситуациях, в медицинской помощи мы не нуждаемся. Когда ребенок заболел, он такими обычными болезнями. Но при этом, если что-то там случится, такое экстраординарное, где точно нужна помощь врача, я понимаю, что без страховки мы как бы тут разоримся. И я иду оформлять, во-первых, мне надо ребенок устроить в садик, мне надо оформить как бы прививки. Да, я еду в этот департамент здоровья. Я им звоню, там пытаюсь выяснить, где как что. Еду в этот департамент, там два часа провела, получила эту бумажку. Потом мы пошли прикрепляться к поликлинике, тоже два часа провели, пока прикреплялись. Нас оформили как малоимущие, потому что у меня нету дохода в США. И походка врачу будет стоить 35 долларов. Ей, это прям победа, это прям круто, это прям здорово, это бесплатно по меркам Америки вообще просто фигня. Это, кстати, может сделать мне резидент, любой человек. Я получила бесплатные эти карточки, чтобы ходить в бассейн городской, который в парке находится, и пользоваться там бесплатными всякими штуками. То есть здесь есть детские какие-то секции, еще что-то, куда можно приходить бесплатно, какие-то развлекухи. Но тебе надо оформить вот эту вот резидентскую карточку «Моя любишь». Тоже эти все с документами, с этими бумажками, с этими, и ты идешь. И кажется, вот я сейчас рассказываю, это кажется так просто. Но когда ты не знаешь, ты приходишь и говоришь, там, вот я принесла все бумажки. Они говорят, нет, надо сначала зарегистрироваться на сайте. Я стою там с телефона, регистрируюсь. Это занимает еще больше времени. Какую-то бумажку забыла, но у меня есть скриншот, я это предоставляю. Они говорят, нет, не подходит. Я говорю, ну вот вам данные, что вам еще надо. Со всеми это разговариваешь. Потом у нас соседи вот за этой стенкой. Вот, это тресс мой. Эта квартира сдается на Airbnb. Вот тут вот, соседняя с нами. А на всякий случай в нашем доме нельзя сдавать квартиры на краткосрочную аренду. Потому что нам дали эту бумажку и написали, что в вашем доме нельзя сдавать квартиры там меньше, чем на 6 месяцев. Иначе штраф 20 тысяч долларов. И меня как бы не беспокоят эти люди, которые постоянно приезжают, заезжают. Здесь была одна очень любопильная пара, которая своей любовью меня разбудила ночью. Слишком громко. Я как бы не против, и я не ханжа, но как бы, ребят, я сплю, у меня с утра работа, я встаю в 7 утра, я как бы за вас очень рада. Все хорошо, но мне не понравилось, что меня разбудили. Я написала, я нашла на Airbnb эту квартиру. Написала хозяйке, что как бы просто ввожу вас в курс дела, что как бы мы ваши соседи. Халлоу, здрасте. И как бы здесь не очень-то можно сдавать квартиры по суточной аренде, но как бы мне не важно это. Просто скажите, пожалуйста, поставьте там в описании квартиры, что нельзя шуметь ночью. Ну как бы делайте, что хотите, но не будите своих соседей, стены здесь как бы картонные. Я все понимаю, но у нас, видимо, кровать в кровать стоит, и как бы... Мне не было приятно, что меня разбудили. Я не люблю, когда у меня будет. Потому что сосед с другой стороны тоже сказал, там ночью шумел. Сказали, пожалуйста, не шумите ночью, там в 11 часов у нас там правило дома с 10, там не шуметь. Он говорит, а вы тогда с утра не шумите, у вас ребенок в 7 утра встает. Я его слышу. Ну как бы, ну проблем вообще, да, все, мы договорились, мы с ним хорошо общаемся. С соседями познакомилась, значит, один сосед у нас мужчина. Очень такой красавчик. Но не по моей сфере, если вы понимаете, о чем я. Вот, он работает там в спа-салоне, такой прям, милаш. Вот, очень хорош, у него две собачки, прям милый-милый. И он, я не знаю, не он так нравится. Значит, вот здесь соседи сдают Airbnb, и следующие соседи, две русские девочки, они как бы вместе снимают эту квартиру. Ну, ну там, привет, пока что-то еще там сверху тоже соседка там обращался. Соседи очень хорошие, то есть, напротив, у нас, правда, весь дом заселен испаноговорящими людьми, но они такие, как бы, нормальные. То есть, там нету никаких, не знаю, это не гетто, там нет перестрелок ночью, это просто люди живут вот в квартире, там просто дом попроще, ну там, по-моему, даже без кондиционеров. Ну, соответственно, аренда поменьше, соответственно, уровень людей, которые там живут, поменьше. Вот, но они все очень хорошие. Познакомилась со многими русскими девочками. Сходила я на встречу с девчонками, здесь русских полно просто, вы мне присылаете постоянно в директ, потому что здесь Оксана Самойлова, еще какой-то блогер приехал, еще кто-то рожает, еще кто-то рожает. Ну, как бы, хорошо, спасибо большое, мне это очень интересно, это значит, что в Москве живет Алла Пугачева. Спасибо, я знаю, у меня с этого чего. Вот, поэтому я познакомилась с нормальными, ну, как бы, не то, что остальные ненормальные, с девочками, с которыми мы близки по духу, очень классная там встреча в Майами. Если кто в Майами, пишите, мы пойдемте вместе. На площадке познакомилась с разными людьми, тоже с русскими, там, кто барбекю организовывает, кто с кем, просто договорились гулять. Ну, то есть, потихонечку контактами обрастают, и мне это очень важно. Потому что мне важна вот такая вот моя сфера общения, как бы, тусовка, кому я могу позвонить, сказать, «Эй, как дела? Пошли гулять, пошли фоткаться, пошли там с ребенком погуляем». Ну, то есть, как-то, какой-то контакт. Так, чтобы был там, давай выходные погуляем, пойдем вместе на море, ну, что такое. Поэтому я не чувствую себя здесь однако, будто у меня нет там друзей. Я постоянно общаюсь с мамой по телефону, постоянно общаюсь с лучшей подругой по телефону. Мне кажется, первые три недели я просто круглосуточно с ними разговаривала, когда у них был этот, ну, время такое, которое удобное. Не могу сказать, что это прям было очень легко. Я и один раз там у меня вообще была истерика, я на день выпала, я поплакала. Но, видимо, вот это вот все накопившееся, оно... То есть, я ехала на своей энергии, которая была, а потом я, знаете, немножко расслабилась, и все это выплеснулось наружу. Я просто лежала, ничего не хотела, купила себе ведро мороженого, его съела, получила абсолютно большое удовольствие, ну, потом у меня прыщ вылез, ну, ладно. Вот, так что все очень классно, все вот так вот, вот так вот крутится. То есть, я это все сделала за месяц. Я даже половину забыла наверняка вам сказать, что я сделала. Ну, там я не говорю даже про закупку продуктов, там, соль, крупы, вот все вот это вот купить, все вот это оформить, там, в школу позвонить, сюда позвонить, вот целыми днями вот так вот на телефоне. Еще работа моя, вот это вот меня по часам, то есть, я работаю рано с утра, потом у меня есть день, как бы, перерыв, когда Москва спит, и потом я работаю поздно вечером, когда Москва уже проснулась. Ну, то есть, это тоже режим такой, я не могу прийти в себя. Я ни разу не купалась в океане. Месяц прошел, ребят, ни разу. Я купалась в бассейне, в океане не купалась. Вообще-то, климатизировалась быстро, потому что я человек мерзлячий, но вот для жизни сейчас температура максимально комфортная, 22-25 градусов, прям шик, блеск, все здесь мерзнут, я прям радуюсь, что я могу ходить в джинсовочке и не включать кондеры на полную мощность, потому что, ну, честно, мы еще не климатизировались с кондером, и это кажется очень-очень холодно, и они у нас просто работают как фэн, ну, как этот, вентилятор. Я русские слова забываю, не то, что я выпендриваюсь, а потому что я уже немножко переключаюсь, я английский еще не знаю, но русский уже забыла. То есть, вот я где-то тут вот между, поэтому прошу прощения, кого это раздражает. Здесь кондиционер должен работать постоянно, потому что иначе здесь плесень, образуется, потому что здесь большая влажность, со стиркой я разобралась, у нас нету стиральной машины в квартире, в доме, поэтому я хожу в химчистку, которая, ну, монетки кидаешь в машинку и стираешь. Теперь моя задача сейчас за этот месяц тоже вот это вот еще, надо со школой определиться, уже наконец-то отправить ребенка уже туда, в школу, с компанией определиться, и потом уже настроить свой уровень жизни, ну, то есть, распорядок дня, что ты встаешь, нам чистишь зубы, красишься, там, идешь, занимаешься спортом, ну, там, ребенка в сад, идешь, занимаешься спортом, потом там работа, ну, то есть, вот, войти в колею, вот эту вот систему, в режимность, это для меня максимально важно, и питание, и сон, и спорт, и, там, красота, и видео, потому что сейчас это вот все хаотично, и поэтому менее продуктивно. Поэтому через месяц с вами встретимся, у кого есть время, смотрите мои влоги, вы будете в курсе событий, которые происходят, но через месяц я подведу еще итог, что было. На этом все, спасибо, что вы со мной, жду ваших комментариев, о чем побольше рассказывать, что побольше показывать, потому что я больше все-таки вот за посидеть, поболтать, потому что когда мы куда-то с ребенком, там, бежим куда-то в магазин, это не то, что прямо очень удобно, но если у вас будут какие-то интересы, что снимать, что показывать, я с радостью их выполню. Вот, хорошего дня, спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока.